Итоги уходящего понедельника Оскорбления в сети Работа по установлению других авторов подобных комментариев продолжается Декретнице из Бобруйска грозит уголовное наказание Что стоит помнить, прежде чем писать комментарии Часы с гравировкой от министра обороны Очень сильно приятно Мне когда сообщили, я сначала даже не верил Ну и просто служил, выполнял, как говорится, свой долг Сержанта 83-го инженерно-аэродромного полка отметили на высоком уровне За что? А также масочный режим Посылки без примерки И по другим правилам Президент поручил определиться с новым механизмом уплаты дорожного сбора Какие есть предложения В последнее время площадь Победы стала местом притяжения некоторых горожан Цветы несут памятник убавручанам, жертвам необоснованных репрессий В чем причина такого повышенного внимания выяснил Максим Кембель Памятный знак жертвам политических репрессий появился летом 1998 года в Бобруйске Первоначально здесь был установлен закладной камень и деревянный крест с венком Где указывалось на камне было написано, что в будущем здесь будет заложен памятник жертвам политических репрессий Инициаторами выступили бобруйские журналисты Памятник в современном обличии создали за средства гор из полкома Надпись тоже претерпела изменения С того момента полное название Бобруйчанам жертвам необоснованных репрессий В первую очередь в 50-е годы Среди них уроженцы города Писатель Борис Микулич, географ Николай Азбукин Часть имен можно увидеть в книге память города Бобруйска И это и простые рабочие, это крестьяне-колхозники Это директора заводов и отдельных цехов Такое в Бобруйске памятное место Но тем более, что во многих семьях есть Вот кого вспомнить, кто был как раз тоже жертвой этих политических репрессий В минувшие выходные некоторые Бобруйчане стали нести цветы и зажигать лампады к памятному месту Возникает вопрос, почему и зачем? Во время работы нашей съемочной группы Порядка семи человек находились рядом и высказывали свое недовольство Сетовали на то, что коммунальщики наводят здесь порядок Рядом с памятником Бобруйчане устроили мемориал В поддержку погибшего Романа, который погиб в Минске Нам в телевидении дает одну информацию Но на самом деле это не так Это можно судить даже потому, что власти нашего города, милиция Во всяком случае разрушает Люди несут цветы, разве люди делают почему-то плохое? Мужчина вспоминает о парне, который умер после задержания в Минске В обстоятельствах разбирается генеральная прокуратура Но вот в чем вопрос Почему до этого события люди не несли цветы в памятные даты? Ведь жертв репрессий тысячи Да и превращать в целом площадь победы в политический театр По меньшей мере кощунство Место это святое для каждой Бобруйской семьи Здесь и аллея героев, и знаменитый танк Т-34 Памятник танк здесь стоит 44-го года Когда его установили на могиле генерала-майора Бахарова Бориса Сергеевича, освобождавшего со своим корпусом Бобруйск Во время Бобруйской наступательной операции Благоустройство площади, ее реконструкция проходила к 40-летию победы Тогда появился более красивый постамент для танка Ну кроме того, там уйковечены еще пять человек Те, кто погиб при освобождении города Или бобруйчане, как братья Прибыльские На площадь победы люди несут цветы, чтобы почтить подвиг героев Которые были разные по национальности и религии Но воевали и погибали за свою родину За будущее своих детей и внуков И наша святая обязанность Сохранить память о них Не надо сейчас путать исторические события И формировать ситуативное мнение Под искусственное место захоронения Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360 Декретница из Бобруйска грозит уголовное наказание За оскорбление милиционера в сети Пост о двух правоохранителях появился в городском телеграм-канале Подписчики начали оставлять под публикации негативные комментарии А некоторые из них и вовсе не стеснялись в выражениях В их числе оказалась и 36-летняя местная жительница Женщину вычислили оперативники Могилевского управления собственной безопасности МВД Работа по установлению других авторов подобных комментариев продолжается Напоминаю, что за публичное оскорбление представителя власти В связи с выполнением им служебных обязанностей Предусмотрена уголовная ответственность Вплоть до ограничения свободы сроком до трех лет По данному факту проводится проверка Назначены соответствующие экспертизы Действием горожанки будет дана правовая оценка Дорожный вопрос, отмена услуги и прибавка к зарплате Соцработники станут больше получать когда Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре Александр Лукашенко поручил определиться с новым механизмом Уплаты дорожного сбора Ответственными за это назначены парламент и правительство Главный вопрос, который стоит перед чиновниками Как усовершенствовать порядок взимания госпошлины За допуск транспортных средств к движению Среди предложений Отвязать уплату от прохождения техосмотра С возможностью не единоразовой, а поэтапной платы Либо включить расходы на содержание дорог Стоимость автомобильного топлива 17 ноября с 9 до 10 часов утра Будет недоступна покупка и возврат билетов на поезда На паузу станут раздел услуги пассажиров На официальном сайте БилЖД И мобильное приложение Пассажиров в это время просят обращаться В билетные кассы вокзалов Временные неудобства связаны с плановыми техническими работами Зарплаты соцработников увеличат с 1 января следующего года Это надбавка за специфику работы в размере от 8 до 12% оклада Как пояснили в Министерстве труда и социальной защиты Повышение затронет более 34 тысяч человек В основном работников домов-интернатов И территориальных центров социального обслуживания населения Услуга по примерке товара из посылок отменена Белпочтой Это мировременное и принято, чтобы минимизировать контакты Получателей почтовых отправлений с сотрудниками организации Предприятие проще с пониманием отнестись к сложившейся ситуации Сборная Беларуси по футболу обыграла Литву в матче пятого тура Лиги нации Матч на стадионе Динамо завершился со счетом 2-0 в пользу хозяев поля На пятой минуте отличился Евгений Блонский Еще до перерыва Макс Эбунг удвоил преимущество Цифры не изменились до конца игры Беларусы набрали 10 очков и лидируют в турнировой таблице четвертой группы Стали очевидцам происшествия, бьетесь над решением уволевшей проблемы, есть эксклюзив Корреспонденты Бавруск 360 готовы выехать на место событий прямо сейчас Телефон горячей линии на ваших экранах В Беларуси выздоровели выписаны 95 843 пациента с COVID-19 Зафиксированы 114 185 человек с положительным тестом на коронавирус Всего проведено 2 882 743 исследования Такие данные приводит Минздрав Маврусская городская больница СМП имени Марзона Теперь тоже оказывает помощь больным COVID-19 Тем временем обязательный масочный режим постепенно вводит по всей Беларуси Об этом заявили ведомстве На данный момент он действует во многих районах страны В защитных повязках люди должны быть на своих рабочих местах И при посещении всех объектов Носить маски также обязательно в общественном транспорте Включая маршрутки, метро и такси В эти дни военнослужащих, которые добросовестно прошли срочную службу Чувствуют во всех частях и соединениях вооруженных сил Тысячу армейцев отправляются домой с поощрениями от командиров и начальников Благодарственные письма от министра обороны получат 60 матерей военнослужащих В их числе и семья Юрия Мухарта Сержант проходит службу в 83-м инженерно-аэродромном полку В этом году Поднобия внесла свои корректировки Вместо церемонии Мински чествование проходит в трудовых коллективах Сегодня это Бобруйска-Громаш Здесь трудятся оба родителя парня Очень сильно приятно Мне когда сообщили, я сначала даже не верил Ну просто служил, выполнял, как говорится, свой долг Выполнял приказы, дел, а потом мне говорят, ты награждаешься И я мне это был крайне удивлен Лично мне немножко добавил ответственности Особенно после того, как мне дали сержанта И когда у меня появился личный состав подчинений Очень сильно, ну как я говорю, ответственности придало И во-вторых, армия очень сильно научила меня разбираться в людях Отличался исключительной порядочностью Всегда являлся примером для всех военнослужащих Как сержант он, тем не менее, очень отлично организовал Мог организовать работу подчиненных, заботился о них Ну и действительно являлся авторитетом для всех военнослужащих Кроме благодарственного письма, в качестве признания Парень получил часы с гравировкой от министра обороны Беларуси К слову, димбель у Юрия Мохорта через 10 дней Это все и события к этой минуте Следите за новостями в интернете и соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Редактор субтитров А.Семкин